Штамповщик Андрей Котов пришел на Бобруйско-Громаш 10 лет назад. Начинал работать здесь простым учеником, а сегодня он специалист высокого класса. Трудится в заготовительном прессовом цехе на станке с программным управлением. Детали для прицепной и сельхозтехники, которые он изготавливает, идут на дальнейшую обработку – сварку, сборку и окраску. Много чего поменялось. То есть появились новые станки, на которых я сейчас работаю. Поначалу было сложно, тоже пришлось отучиться. Как бы я первое время был учеником на больших прессах. А здесь уже как-то и более информатика идет. История предприятия насчитывает 45 лет. За эти годы промгигант испытал и взлеты, и падения. Однако сегодня Бобруйско-Громаш – одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны, который производит сельхозтехнику. Это более 80 наименований, агромашин и приспособлений для заготовки кормов, внесения твердых органических, минеральных удобрений, прицепы, пресс-подборщики и многое другое. За последние годы мы приобрели ряд станков с ЧПУ, это и обрабатывающие центры производства Тайвань, и токарные станки. Приобрели новые листогибы и турецкие, координатно-пробивной станок. Значит, установили 8 установок плацменной резки. Торговую марку завода хорошо знают в странах СНГ, Европы, Азии, Центральной и Южной Америки. К слову, 2019 год оказался для Бобруйско-Громаш прорывным, как на рынке внутри страны, так и за её пределами. Значительные объёмы продукции были закуплены хозяйствами Минской, Могилёвской и Гомельской областей. А накануне «Промгигант» получил коммерческое предложение от кубинских партнёров На поставку – 240 единиц сельхозтехники. Сумма контракта составляет более 1 миллиона долларов. Темп роста экспорта по итогу года должен составить порядка 116,8%. Отдельно необходимо выделить рынок Российской Федерации, который также сделал упор на технику для энергонасыщенных тракторов. Значительный рост показал рынок республики Казахстан и Узбекистан. На предприятии трудится более 2000 человек. Из них – 1100 рабочих. Коллектив довольно стабильный. Объёмы производства – около 9 миллионов белорусских рублей ежемесячно. А средняя зарплата по заводу – заветная тысяча. Газорезчик Павел Селивёрстов работает на Бобруйско-Громаш с 2006 года. Вначале был токарем, а затем перешёл на плазменную резку деталей. Мужчина не скрывает – завод даёт ему уверенность в завтрашнем дне. Семь лет здесь, на плазме. С каждым годом что-то улучшается. Улучшается условия труда и отношения. Бобруйско-Громаш имеет огромный технический потенциал. Сегодня здесь около 2000 единиц технологического оборудования. Причём производство постоянно модернизируется. Совершенствуются линии, внедряются новые сварочные и окрасочные комплексы. Всё для того, чтобы выпускаемая продукция соответствовала европейским стандартам и успешно конкурировала на европейских и азиатских рынках. В планах руководства не сбавлять темпы, а идти только вперёд. Нами запланированы в долгосрочной перспективе до 2030 года ряд действенных мер. Запланированы проекты, проекты модернизации, в том числе даже и создание производственных мощностей на Оршо-Огромаш. То есть реализует Бобруйско-Громаш. Накануне во Дворце искусств отпраздновали день рождения промгиганта. На торжество съехались первые лица области и страны. С юбилеем коллектив управляющий компанией холдинга «Бобруйско-Громаш» поздравил министр промышленности Павел Утюпин. Находясь в постоянном развитии, акционерным обществом ведётся работа по модернизации производства. Реализуются проекты, направленные на внедрение прогрессивных технологий и создание инновационной продукции. Сегодня у руля предприятия стоит молодой руководитель Надежда Лазаревич. Сюда она пришла меньше года назад, но за это короткое время смогла вывести предприятие на чистую прибыль. Мы в этом году на подъёме. У нас в два с половиной раза увеличены объёмы производства. Мы достигли положительной рентабельности продаж. У нас на 20% выросла заработная плата, на 10% темп роста экспорта. Это хорошие показатели. Мы чувствуем потребность в нашей технике и очень дорожим этим. Лучшие сотрудники были отмечены грамотами и денежными премиями за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие компании. Поздравить коллектив с юбилеем родного предприятия приехали звёзды белорусской эстрады. Гюнеш, Алёна Ланская, Александр Солодуха, Валерий Дайнека, Анастасия Тихонович, Иван Сданюк. Дорогие друзья, пользуясь случаем, поздравляем весь холдинг «Бобруйск Агромаш» с юбилеем. Так, 45 лет, как там, опять ягодка, вот это хорошо. Столько же, как минимум, раз пять. Желаем вам удачи, разрастайте всё больше, как говорится, и оставайтесь на позитиве, друзья. Чтобы в каждом городе был филиал холдинга «Бобруйск Агромаш». Дорогие друзья, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю всех вас с днём рождения, с 45-летием. Желаю вам всем счастья, здоровья, удачи, любви, продвижения только вперёд и вверх. Даёшь в «Бобруйске Агромаш». Людмила Любимцева, Максим Галёнко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Сёмкин